В предыдущую неделю я со своими коллегами проехала по Харьковской и Донецкой области. Были в Бахмуте, Покровске, Дружковке, Доброполе, Славянске. И вот люди везде очень честно и искренне говорят, привезите к нам, пожалуйста, сюда представителя правительства, особенно там Реву и Супру. И мы им здесь на месте очень доходчиво расскажем и об экономическом росте, и о монетизации субсидий, и о тарифах, и о росте цен, зарплаты, пенсии. И вот мы им тут прям вот буквально объясним реальное положение отдела в стране. И вот начиная новую сессийную неделю, в преддверии тем более выборов, я считаю, вот три самых важных вопроса. Первое, это, конечно, разобраться с тарифами, но не в состоянии люди оплачивать. И вот эта манипуляция с монетизацией субсидий, когда люди сами обращаются, можем ли мы отказаться от этой монетизации, нам не нужна эта волокита, дайте нам нормальные сегодня тарифы, и мы сами со всем разберемся. Вторая задача, это, конечно, индексация, пересмотр пенсии. И то, что мы услышали сейчас о единоразовом повышении, об индексации с первого марта, ну это, знаете, очередной такой непрофессиональный бред. То есть мы зарегистрировали законопроект, и я уверена, что мы найдем большинство даже в парламенте, и готовы делиться и авторством, и идеей. Поднимаем прожиточный минимум, в результате поднятия прожиточного минимума индексируются и минимальные, и средние, и самые большие пенсии. И этот алгоритм мы заложили. И третий вопрос, это, конечно, вопрос пути к миру, защиты людей, пострадавших в результате войны. То есть вот три блоковых вопроса, тарифы, индексация пенсии и защита пострадавших людей, это то, что можно решить на следующей неделе, и всем идти честно на выборы, и честно говорить о том, что сделали для людей. Дякую, Игоре, на вашу думку, топ-3, найважливее.